Меня зовут Магнет из Киева. С Закопанов едем на маршрутке чуть ближе к этому озеру, а дальше будем 9 километров, примерно 2 часа идти пешком к этому озеру. И многие говорят, что оно того стоит. Взяли мои билеты до Закопаново за 20 злотых один билет. Уходим MaxBox PL. Сегодня будем ехать днем большой. В общем, добрались мы не так быстро, как предполагалось. Добрались за 2 часа 40 минут. Те же 10-15 минут. Может кто-то правильно написал? В общем, подошли мы сейчас, тут стоит только один бусик на морские око. И он поедет только в 3 часа, а сейчас только час. Попробуем сейчас в кассах узнать, что, как. Мы читали информацию, что каждые 15 минут ездят. Тут у них есть такое расписание, и они ездят по нему очень редко до июля. Поэтому информация о том, что каждые 15 минут ездят неисправедливо. И тут мы и попались. Теперь думаем ехать в Краку. Или подождем, может сейчас много людей набегут и все-таки поедет в маршрутку. Подъехала все-таки по этой маршрутке независимая, не знаю как. И забрала нас. Подъезжаем максимально близко на границу со Словакией. У меня даже время уже показывает Словакию. Ну, приехали мы за 42 минуты. Вот такая тут парковка. Очень много людей. Я надеюсь, они еще будут, когда мы будем возвращаться назад. Мы сейчас в темпе 3 четверти и идем к озеру. Вот она. Вот 5 злотых, да? Можно взять на 7 дней. И грубовые. Тут такие штуки есть. Не знаю, может они нас спасут, Люда? Давай спросим. How much? Гроши. Too much. Too much, да? Too much. Okay. One. One. Okay. Okay. Yeah, too much. Two hours, I know. 50 злотых, ребята. Люда, в принципе, согласна с этой ценой, потому что... Мне лошадок жалко. Лошадок жалко, честно. Но 50 злотых мне больше жалко. Поэтому мы пойдем на офигенный компромисс. Не будем эксплуатировать лошадок и сэкономим 50 злотых. Так, сейчас... Я не знаю. Местное время 2 часа. И засекаем время. Успеем мы за 2 добраться до озера или нет? Рядом можно услышать шум речки горной. А здесь нас будет радовать красотой гора. Что, вид? Мы уже где-то на полпути. 24 минуты прошло. Поэтому у нас хорштейм все. Потока-ростока река. Оу, круто. Стуковоз. Оу, тоже класс. Хайф. Очень круто, что тут есть вот такие места для перевала. Столы. То есть на полпути, в начале пути. И что самое главное, есть туалеты. Нет мусора. Нет мусора. Нет мусора. На Синевире этого очень не хватало. И те ребята до сих пор еще не едут. Вот сколько раз назад едут. Вперед никто не едет. То есть они до сих пор там либо стоят, либо еще дороги. Мы их перегнали. Я вспомнил этот факт, что если бы мы тогда в Грузии и в Казбеге не опоздали бы на последнюю маршрутку. Не познакомились с Мин. И мы бы сейчас не жили в Кракове. Возможно жили бы в Катуице и не попали бы в это место. Надеюсь, когда мы придем, детей будет поменьше. И просто куча. Счастую мы так же будем назад бежать. Так, сейчас на часах 15.43. Мы дошли сюда за полтора часа почти. Вот рыба поплывает. Класс! У нас такая чистая водичка. В общем-то знают, что плавать нельзя. Поэтому плавать, к сожалению, не получится. Выглядит супер массивным. И я первый раз такое красивое вижу озеро. Традиционно минут 30-40. Может сейчас будем фоткаться. Где-то тут открывается вид на самую высокую точку Карпат. Все пока морское око. Было круто с тобой познакомиться. Чувствую себя как будто в Альпах каких-то. Стало очень холодно. Ветер разгулялся. И вот такая вот туча. Она очень темная. Может быть сейчас ливень будет? Смотрите с собой какие-то куртки. Потому что буквально час назад была жара. Сейчас прохладно. Там тучи совсем разгулялись. У нас еще более-менее. Пока идем сухие. Поломанные, порубленные деревья. Эти горы принадлежат уже Словакии. А мы сейчас находимся на территории Польши. Можно перейти границу за этим лесом. Это одна из самых незапланированных наших поездок. Наверное. И одна из самых удивительных. Очень красиво. Люда очень долго смотрела на это место. Приценивалась к нему. В инстаграме, в избранном у нее это место. А поехали мы сюда. И вершили, наверное, буквально за час. Так, сейчас 6 часов 11 минут. Мы дошли с морского ока за буквально час десять. Добрались мы назад в Закопане за 40 минут. На седьмой платформе стоит автобус на Краково. Как раз успели мы на автобус до Кракова на 7 часов. Добрались мы до Кракова вокзала за два часа. Заведение господа Коко работает до часу ночи. Многие заведения здесь закрываются уже в десять вечера. Поэтому довольно тяжело найти место, где покушать в такое время. Вот мы в этот Евротур последний раз проходимся по старому центру. Краков, будем скачать. Вот так он выглядит. Экспресс-трансер, цветной такой. Приехал на G11, но тут совсем другой рейс написан. Бержовица в 11.30. Поэтому, я не знаю, как так? Привет! 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 Мы тебя встречаем! Ты откуда? Привет! По правилам портфели должны быть отдельно на полосе. Эта полоса у них супер грязная. И вот как раз сейчас все видно, насколько грязные портфели. Заставили доставать всю электронику с портфеля, не знаю почему, хотя когда достал, он говорил Powerbank достать, но я Powerbank не достал, я его не нашел, и как-то прошло это все, поэтому чисто визуально, мне кажется, это все происходит. Такой небольшой тут зал ожидания, комната для курильщиков. Самое крутое тут этот вид сиденья такие. Мы переживали из-за всего движа, что Райнеер и Визеер сделали такие правила, что если у тебя нету прайорика, ты должен сдать ручную хладь в багаж. Уже прошли мы гейты, и все нормально. Парим, ты готов? Мы летим. Субтитры сделал DimaTorzok